Основная теорема Теорио. Основная теорема Теорио. Это поле разложения несколького многочлена над нескольким полем К. Но вы уже знаете, как это писать по-другому. То есть, L над К, как это говорит? Какой там термин? Что вы учили? Нормальное расширение. Нормальное. Нормальное расширение. Поле разложения нескольких многочлена или то же самое, это нормальное расширение. Итак, пусть у меня есть нормальное расширение. Расширение Е. L над К нормальное расширение. Пусть Ж это группа автоморфизм. Это группа автоморфизмов L над К. Что такое автоморфизм? Это преобразование, при котором все элементы поля К остаются на месте. При этом произведение любого двух элементов переходит в произведение. Сумма переходит в сумму. Разность в разность. Частно-пу-частно. Замечательно. Пусть Ж группа автоморфизмов. Тогда порядок группы Ж это в точности степень L над К. Заметьте, пожалуйста, это уже вполне себе серьезное утверждение. то есть когда у вас есть группа автоморфизмов, оказывается, что количество ее элементов это степень L как векторного пространства над К. Дальше. Для любого подполя К поля L иногда это промежуточное расширение. Имеется в виду, что К содержит наше основное поле К и само содержится в L. Рассмотрим вот что. Множество таких элементов группы, что для любого элемента поля К большое G от X равняется X. Так вот, эта штука это подгруппа. Это подгруппа в G. Замечательно. Дальше. Если К нормальное подгруппы H группы G множество таких элементов поля L, что H от X равняется X, имейте в виду, для любого элемента H от X равняется X, да? это подгруппы подгруппы подгруппы. Подгруппы подгруппы. Если H нормальное, то и оно нормальное. Человек это неправильное понятие. Оказывается, что существует взаимно однозначное соответствие между вот этими промежуточными расширениями. Давайте я объясню. У меня есть поле большое, нормальное расширение поля К, которое маленькое. И меня интересуют всевозможные поля, которые содержат поле К маленькое и содержатся в поле Л. Понятно? Так вот, господа, смотрите, какая история. Для Л есть группа автоморфизмов. Автоморфизмы поля Л над полем К. Этих автоморфизмов ровно столько штук, какова степень вот этого расширения. И оказывается, что когда вы берете любое промежуточное вот такое поле, то когда вы посмотрите, какие автоморфизмы все его элементы оставляют на месте, то это будет подгруппа. И наоборот. Для любой подгруппы, когда вы посмотрите, какие элементы она оставляет на месте, то вы получите, что вы получите? Подполье. Более это, я еще не успел это написать, но это тем не менее важно. Тем не менее это важно. Когда вы смотрите, сколько существует элементов группы, которые оставляют К на месте, то чем больше К, тем этих элементов что? Больше или меньше? Смотрите, вот у вас, когда все К оставались на месте, у вас была целая группа Ж. Когда больше элементов требуем, чтобы оставалось на месте, то что у нас? Тех элементов, которые оставляют это все на месте, их меньше, чем группа Ж. Правильно? Это называется группа автоморфизмов, вот этого, их меньше. Так вот, ребята, оказывается, что когда вы берете любую подгруппу, вот есть у вас АЖ, это любая подгруппа в группе Ж. Вот представьте себе, АЖ состоит из элементов АЖ1, АЖ2 и так далее, АЖМ какой-то. То смотрите, какие у вас требования, чтобы элементы оставались неподвижные под действием АЖ. Требования у вас такие, АЖ1 от ИГС равняется ИГС, АЖ2 от ИГС равняется ИГС, и так далее, и так далее, АЖ1 от ИГС равняется ИГС. Это М линейных уравнений. А когда вы накладываете М линейных уравнений, вы получаете пространство, вот когда вы берете такую систему уравнений, вы получаете множество неподвижных точек, над которым вот это пространство будет размерности М. Это вы сюда окажете быть. Будет ровн в точности размерности М. То есть, вот смотрите, размерность вот этого пространства Л над полем К, это в точности количество элементов группы, которые держат вот это неподвижными, она сформулирована так, что кажется, что это что-то новое, непонятное, странное, на самом деле огромную часть этой теоремы мы с вами уже знаем. Ребята, в низком смысле это новая для вас наука, это новый для вас способ размышлять об уравнениях и так далее. Нормально, что сейчас вам трудно это понять. Давайте, давайте сейчас, что называется, подумаем, напряжемся, хотя бы какой-то кусочек из этой теоремы чтобы у нас был сейчас с доказательством, а про другое надо понять, что же нам надо доказывать. Эй, поле разложения, это всем понятно? Всем понятно. Нормальное расширение степени, замечательно. Теорему о том, что поле разложения, как только содержит какой-то элемент, какой-то корень многочлена неприводимого, то содержит все, мы сегодня доказательство. Замечательно. Вот дальше интересно. Пусть же группа автоморфизмов, тогда количество этих самых автоморфизмов такой же, как степень расширения. Ребята, а это интересно. Откуда мы возьмем, что автоморфизмов столько же какая степень расширения подсказка эта теория все не была доказана. Сегодня только одна теория, не знаю, свящая. Одна теория, это она и была. Если я уже не вижу. Да, это она и была. Она сегодня была доказана. Нет, я прекрасно понимаю сейчас вашим качествам. На самом деле, эта теория сегодня была доказана. Вот эта штука, что количество элементов, количество автоморфизмов это в точной степени. Абель и Натанев. Себе вспомните, пожалуйста, как я вам рассказывал, устроено поле разложения. Давайте вспомним эту сказку еще один раз. Итак, жил-был некоторый многочлен. Помните, было такое дело? Многочлен g1 умножить на g2 был такое? g2 там же было с каким названием шековым? g1 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 отлично. Это жечь и были приводимые многочлены. Как строят поле разложения. Все помнят? Что надо сделать? Надо добавлять горь по очереди. вспоминаем, ребята, эта картинка была нарисована ровно здесь. У нас есть какие-то это корни нашего многочлена. У нас есть какие-то там числа. Господа, внимание, мы их добавляли. Мы берем корень вот этого многочлена какой-то сколько-то и говорим мы можем выбирать любой из них. Согласны? Можно только выбирать любой из них. Это значит послать наше бета-1 корень вот этого многочлена можно в любой из коней. Мы получали вот это вот расширение при помощи цепочки из расширений каждая из которых это же была факторизация по неприводимому многочлену. Правильно? Но извините, при этом можно было продолжать наше отображение каждый раз ровно стольким способом какая была степень очередного многочлена. Давайте я пытаюсь более строго еще у нас есть какое-то поле разложения нашего многочлена. Предположим, что число бета-1 это корень многочлена ж1. ж1 неприводимый многочлен. Корень многочлен какой-то степень. Замечательно. Так вот, вы можете у этого неприводимого многочлена взять все эти корни, вот столько штук, какова их степень. И поскольку на первом этапе он был неприводимый, то вы можете наш бета-1 отправить в любой из этих корней. Согласны? И при этом мы делаем расширение в точности такой степени, какова степень этого. Замечательно. Сделаем. После этого эти многочлены там как-то каждый разложился на неприводимый. И мы опять берем следующий корень, который еще неизвестно куда перешел, и говорим, что для него есть неприводимый многочлен какой-то там степени. Переводим его в любой из корней и при этом делаем расширение ровно этой степени. И когда мы делаем то он каждый раз делает расширение какой-то степени, выбирая ровно из такого количества метров. Ребята, на самом деле это все сегодня было доказано. Для тех, кто все равно это будет. Давайте я сейчас объясню то же самое, да может быть более понятным образом. Вот теория. альфа и бета алгебраические над К, то существует такой элемент, что К Т, это есть К от альфа бета. Ну и если угодно поставить круглые скобки или поставить квадрат на одно и то же, потому что голубые четырех метров на одно и то же. Господа, на самом деле когда у вас я имею в виду, что у меня поле хортического, то есть у меня профессиональные числа все есть, поле К бесконечное. На самом деле расширение при помощи двух алгебраических чисел на самом деле можно сделать, добавив только одно число. Объясняю, почему тогда легче вот здесь. Потому что если у вас есть какое-то нормальное расширение, то вы при помощи вот этой вот теоремы скажете, что Эльфа это просто на просто К при соединении какого-то там конкретного одного алгебраического числа. И это нормальное расширение. А что это значит? Ну это значит, что у этого одного нормального числа есть какой-то неприводимый мемгочлен минимальный, которому оно удовлетворяет. И какой-то там степень. И соответственно, когда вы делаете расширение, то вы факторизуете по мемгочлену этой степень. И при этом естественно, что у него столько корней какого степени. Ну и в любой из них можно отправить вот это. То есть для расширения порожденных одним элементом вот это утверждение оно просто абсолютно очевидно. А я сейчас объясню, почему на самом деле два или больше элементов не нужно, потому что на самом деле для любых двух элементов существует такой элемент. неправильный элемент И между прочим, эта теорема крайне простая. А давайте... Хотя приятная. Потому что согласитесь, она сводит вот эти вот рассуждения о большом количестве присоединили один, элемент здоровья, третий. Оказывается, что на самом деле в общей ситуации все равно достаточно одного неправильного числа, потому что все сводится. Как доказывать? А очень просто. Ребята, у любого алгебраического числа есть, как вы помните, минимальный многочлен. Есть? У минимального многочлена есть что? Корень. Правильно? Или вы сейчас потеряли или нет? Нарубка? Нет. Ты не потерял, а другие. Что такое минимальное многочлен алгебраического числа? Минимальное многочлен алгебраического числа. Все присутствующие помнят? алгебраическое число называется корень какого-то многочлена. Так? Среди всех многочленов, которым удовлетворяет данное алгебраическое число, мы берем многочлен чего? Наименьший степень. Это и называется минимальный многочлен. Так вот, ребята, у нашего числа альфа есть какой-то минимальный многочлен. И можно считать да, еще такой стандартный алгебраический прием. Всегда полезно представлять себе, что если у вас есть какие-то молдебраический числа альфа и вэдэ, то при необходимости вы можете присоединить все, ну, так сказать, вместо числа альфа рассмотреть поле разложения, порожденное эти многочлен. Вместо числа бета тоже поле разложения. И соответственно считать, что все собряженные к альфу и бета все принадлежат. Для того, чтобы они как-то засуществовали. Не просто, что альфа есть, а другие собряженные может быть там и не существуют пока. Нет, все их присоединим, все засуществовали. Итак, у альфа есть какие-то собряженные числа. Альфа это альфа один, а еще есть собряженные числа. Тоже есть сопряженные числа. Бета это какой-то бета один, а также сопряженные бета два и так далее какой-то там бета н. Отлично. Так вот, ребята, сейчас я сделаю самую, что ни на есть, естественную операцию. А именно, я возьму и рассмотрю число альфа первое, ну это даже число альфа к которому я с каким-то коэффициентом прибавлю бета первое. Коэффициент я буду искать из основного поля к. Отлично. Отлично. Теперь вопрос. Понимаете ли вы, что при любом коэффициенте вот эта штука принадлежит сюда? Потому что сюда принадлежат всевозможные многочлены от альфа и бета с коэффициентом низка. Ну, а это уже в первой степени как-нибудь должен быть. Замечательно. Он принадлежит сюда. Значит, смотрите, какая замечательная история. Значит, когда я присоединяю к полю вот этот элемент, я, может быть, получу меньше, чем, когда присоединяю альфа и бета. Но, вот и все. Я хочу доказать, что на самом деле на роль тета годится вот это число оценивать всегда. Давайте поймем, из-за чего может возникнуть проблема. То есть, смотрите, как выглядит любое сопряженное к числу альфа-1. Это альфа с каким-то номером. Согласны? Как выглядит любое число, сопряженное к бета-1? Бет-с коэффициентом. Бет-с коэффициентом. Так вот, ребята, я сейчас позабочусь вот о чем. Чтобы альфа-1 плюс бета-1 с не равнялось бы альфа с каким-то номером с плюс бета с когда с не равно единице или когда р не равно единице. То есть, когда р единица и с единица, то тогда понятно, что это просто одно и то же число. А вот во всех остальных случаях я хочу, чтобы это были разные числа. Так, ну, давайте, во-первых, поймем, можно ли этого добиться. На самом деле, легко. Почему? Потому что, если р равно единице, то в таком случае, разумеется, у нас равенство будет неверное, потому что альфа-1 равно альфа-1 минус альфа-1 минус альфа-1 делить на бета лт минус альфа-1 это требование, чтобы с не равнялось какому-то конкретному числу. Ну, у меня конечное число вариантов для р и с, а полирациональные числа бесконечные. Поэтому, конечно, такое с подобрать нужно. Так вот, ребята, заметьте, пожалуйста, все сопряженные к этому числу получаются разные. В таком случае обязательно образом, когда я добавляю альфа-1 плюс с бета-1, то это будет то же самое, что иногда я добавляю оба этих элементов. Давайте подумаем, почему. Ну, здесь я рядом салазь альфа-1 бета-1, потому что на самом деле давайте подумаем, почему. Вот, если я добавил элемент альфа-1 плюс с бета, где я повторяю, с подобно на так, чтобы когда индекс меняешь, чтобы ни в коем случае не было совпадения. Почему в таком случае поле полученное добавлением альфа и бета совпадает с полем полученным добавлением одного элемента альфа минус c бета да. Александр Ильич, если я смотрю разные r и s, то c будет меняться? там будет c не равно тому-то. Тебе надо, чтобы c не равнялся тому-то, тому-то, тому-то. Это конечное число требований. не Если бы я написал c равно тому-то, это была бы беда. Если бы я написал, что там c, я прошу, чтобы c равнялся, а я пишу, чтобы c не равнялся. Ребята, на самом деле мне очень интересно, сумеет кто-то догадаться или нет. Уберите свой телефон. Бессмысленно, ребята, ходить на лекции и одновременно пытаться еще что-то сделать. Представляете, вы чего делаете? Вы теряете. Математические лекции требуют полной концентрации. Кстати, вообще, те из вас, кто думает, что слушать лекцию это значит понимать, что говорит лектор, глубоко ошибаюсь. Слушать лекцию это значит пытаться уложить ее задержание в свою голову. То есть, вспоминать другие сведения по этому поводу и понимать, как это соотносится. Поэтому всегда любой человек слушает лекцию в зависимости от своих знаний. Один человек знает одну науку, другой другую. И нужно, чтобы новые знания как-то естественным образом соединялись с тем, что у вас... Итак, на самом деле это не так трудно, но проблема тоже непривычна. У вас есть некоторый элемент тета. Вот тета. Альфа может с бета. Замечательно. Каким образом нам понять, что альфа выражается через эту самую тету? Ребята, это же ужас какой-то! Как это? с альфа и бета. Я их добавил к то будет альфа плюс бета новый. Как сделать альфа плюс бета из альфа плюс ц бета? А как? А непонятно как делать. Но мы же помним, что у числа альфа был его с минимальным многочленом. Помните? А что значит минимальным многочленом? Значит f от альфа чему равно? Нулю. Нулю. f не не приводим над К, его корни, как мы обозначили его корни? Альфа-1, альфа-1 и так далее, альфа-1, отлично. Так, уж если я начал разговор об обозначении Ф, у Беты что было? Ж, Бета, не приводим над К. У Беты был свой неприводимый многочлен, свой минимальный многочлен, Ж от Бета равно нулю. А теперь внимание, я спокойненько могу здесь вместо числа альфа написать тета минус С бета. Тета минус С бета. Согласны? Или не согласны? Согласны. Тета это у меня Афи плюс С бета, правильно? Да. Замечательно. Так, ребята, следим за руками. Ж неприводимый многочлен. Все помнят, какие корни были у многочлена Ф? Да. Согласны? Согласны? Отлично. А теперь вопрос. А какие корни у системы? Берем теперь число Бета второе. Пересечи. Может ли Бета второе удовлетворять вот этому уравнению? Тета минус С бета второе может ли равняться чему-нибудь из альфа? Как вы считаете? Ребята, мы ровно об этом успокоились. Помните? Что, когда перенечиваешь С бета второе, здесь получается альф с каким-то номером и пишешь С бета второе. Мы заботились, чтобы это была не эта. Алло? Угу. Понимаете? Значит, какой единственный общий корень у этих двух многочленов? 1-1. А? 1-1. Что? 1-1. Ну, Бета первое, альф первое. Альф первое. Какое альф первое? Здесь переменная Бета первое. А, Бета первое. Бета первое. Бета первое корень многочленов жизни. И Бета первое, когда сюда подставляешь, то есть будет альф первое, и соответственно будет ноль. Ребята, у этой системы, заметьте вопрос, коэффициенты выражаются через тета. И у этих двух многочленов есть единственный общий корень, а именно это наше число β1. Но, вообще-то, если у нас есть два многочлена с одним-единственным общим корнем, то чему равен наибольший общий делитель многочлена g, ну, естественно, g, многочлена f, давайте я пишу, не β, а x, для понятности, что это переменная. И у многочлена f от θ минус cx, чему равняется наибольший общий делитель этих двух многочленов? Если у них есть единственный общий корень β1, x минус β1, согласно? Господа, наибольший общий делитель двух многочленов, это многочлен наибольшей степени, на которой делится оба. Отлично. Вот на x минус β1 они оба делятся, а больших наибольших корней общих нет. А в алгоритме Евклида никаких извлечений корней, никаких там алгоритмических сложных конструкций нет. Алгоритм Евклида поиска наибольшего общего делителя, это даже алгоритм, который состоит из многочисленных делений составов. Правильно? Алгоритм Евклида поиска наибольшего общего делителя, значит, там ничего, кроме как в работе с тетой, там не нет. И, значит, когда вы найдете наибольший общий делитель, вы и выразите как раз β1 через θ. Я, конечно, неожиданно не кажется. Потому что, я уверен, что пять минут назад вы не могли подумать, что мы сейчас будем использовать алгоритм Евклида. Ну, все мы не используем. Так, давайте я еще раз быстренько напомню, если у нас есть два алгоритмических числа α и β, мы берем выражение вида α плюс Сβ, где С, некоторый элемент поля К, подобранный, чтобы не было случайного совпадения. Что такое случайное совпадение, сейчас будет понятно. И мы берем и говорим, что α плюс Сβ, естественно, принадлежат полю, полученным присоединением α и β, да? А на самом деле и равенство. Почему равенство? Потому что, когда вы рассмотрите вот такую систему из уравнений, g от β равно 0 и f от θ минус Сβ равно 0, то у нее нет решения, кроме как β1. Почему? Потому что, если бы было другое решение, как будто β2, то тогда у нас число С должно было бы быть очень специальным. А именно θ равнялось бы α с каким-то номером, то есть Сβ это второе. Если бы С выбрали так, что такого случайного совпадения нет, а это можно выбрать, потому что для С бесконечное число вариантов, у нас рационарно число бесконечное много. Если бы С выбрали так, что такого случайного совпадения нет, то в таком случае эти два многочлена, а именно эти два многочлена g, а именно эти два многочлена g, они имеют единственный общий корень. А когда многочленные имеют единственный общий корень, его можно найти при помощи алгоритма. Все? С этой теоремой понятно? Ну, ребята, я вас поздравляю, мы прошли первые три строчки основной теории гула. В общем, заметьте, прошли за доказательства. Теперь пойдемте дальше. Для любого подполя К большое рассмотрим множество тех элементов группы автомаршизмов, которые все элементы его оставляют на месте. Слушай, то, что это подгруппы и так очки. Что вам нужно, чтобы что-то было подгруппой? Чтобы единичный элемент принадлежал? Ну уж, наверное. Отображение, которое все оставляет на месте, естественно, все оставляет на месте. Да? Ид. Ид. Тот самый ид. Все оставляет на месте, он принадлежит. Правильно? Отлично. Произведение любых двух элементов. Ну или обратный принадлежит. Понятно почему. Потому что если какое-то преобразование оставляет все элементы поля К большое на месте, и другое оставляет все элементы поля К большое на месте, то их композиция тоже все оставляет на месте. Согласны? Что, Александр Суевич? Да. А вот оно в той же разу, что на честь комеда? А группа автомарфизмов-то? Ну, Коль, представь себе. Ты берешь поле рациональных чисел, к которому добавляешь корень квадратный. И рассматриваешь это как расширение просто поля рациональных чисел. Это расширение второй степени. Сколько у него автомарфизмов? Два. При одном корень двух переходит в себя, а при другом корень двух переходит в минус корень двух. Что значит, если что-нибудь кроме еда? Мы только что доказали, что автомарфизмов вот столько штук. Разве уже забыл? Я с помощью того рассказывал про продолжение автомарфизма. Вот их вот ровно столько штук. Нет-нет, автомарфизмов столько, какровая степень поля L. Командар. Вот, замечательно. Итак, то, что это по группу уже я доказал? Или не доказал? Да. Доказал. Слушайте, ребята, а мы молодцы. Мы первые пять строчек тоже прошли. Вот дальше, дальше интереснее. Если поле K нормальное, то и H нормальное. H это то самое, которое будет с точкой назад. Это с точки назад, да. Это множество элементов, которые оставляют все элементы на месте. Поймем, что это на самом деле совсем очевидная вещь. Если у меня есть K большое, нормальное над K маленьким, то H нормальное в G. Давайте подумаем, почему? И что вообще, извините, что значит, что H нормальное в G? А при этом нормальной подробности помните? Что такое нормальная подробность? Давайте. У нас есть вектор большая группа G. В ней есть подробность. Давайте рисуем. Вот у меня есть G. Вот в ней есть подробность H. Все помнят, что такое внутренний автоморфизм. Что это такое? Помните было? G минус первый H G. Как это было? Для любого элемента из группы G, для любого элемента из группы H, вот такое выражение должно принадлежать H. это определение чего? Нормальной подробности. Ребята, если вы сейчас вспомните, что такое у нас H, все помнят, что такое H? Когда элемент принадлежит H? Когда для любого элемента поле K большое, что выполняется? H от X равняется X. Согласны? Или не согласны? Замечательно. Вот эта строчка означает, если она верна для любого элемента из поля K большое, то H является членом группы H. Поняли, да? Отлично. А как же узнать, вот это является или нет? Очень просто. Надо просто вместо H написать вот это. Поехали. G минус 1. H. G от X. Должно равняться X. Нас интересуют, равняется или не равняется. Замечательно. А это как по-другому записывается? А по-другому записывается так. H от G от X равняется G от X. Очень хорошо. А что такое G от X? G это любой элемент из группы G большое. Нормального расширения. Икс это любой элемент из нормального расширения. Помните? Там же у нас в строчке, которую мы сейчас интересуем. Если K большое нормальное на K. Слушайте. Слушайте. K большое нормальное на K. Ваш. Так G от X вообще-то где лежит? Ваш. G от X. G это какой-то автоморфизм. G это какой-то автоморфизм. Но наше расширение K нормальное. А если это нормальное расширение, значит, любой автоморфизм переставляет его элементы с собой. Вы же помните, что тем не замечательно было нормальное расширение, что оно вместе с каждым корнем у многочленов, то есть вместе с каждым своим элементом, оно содержит все сопряженные. Правильно? Слушайте. Это же здорово. Значит, G от X это обязательно элемент в поле K большое. И таким образом вот это вот требование, оно в точности относительно вот это. Потому что G это на самом деле не такая перестановка на множестве K большое. Слушайте. А если мы прошли, я в строчке. Для любой подгруппы, группы G, множество неподвижных элементов это подполье. То есть если у вас некоторый элемент остался неподвижным, и некоторый другой элемент остался неподвижным, то что делать в этой сумме? Осталось в этой сумме? Ну, конечно. Ведь как, при автоморфизме сумма переходит в сумму. А что делать произведению? Тоже сумма. Переходить в произведение, да? Если множители остались неподвижные, то и произведение не нужно осталось неподвижным. А что делать частному? Точно двигаться. Числитель и знаменательные меняются. С чего бы это часто изменялось? Ребята, то, что это подполье, это вообще очевидно. Ну, замечательно. Что значит, что мы взяли вот эту самую подгруппу нормальную? То есть она вместе с каждым своим элементом, и вместе с любым элементом G, содержит вот это. Согласны? Замечательно. Нужно сейчас доказать, что множество неподвижных элементов, множество неподвижных элементов, это множество тех точек, которые удовлетворяют вот такому равенству. Что множество неподвижных элементов на самом деле является нормальным, нормальным подполем. Нормальное поле, это, как вы помните, поле разложения. То есть это поле, которое вместе с каждой своей точкой содержит все сопряженные. Согласны? Замечательно. Ну, давайте думать, давайте думать. Предположим, что для любого элемента, для любого элемента нашей группы выполняется вот такое тожество, да? И давайте возьмем какой-нибудь вместо X возьмем какой-нибудь G от X и спросим себя, H от G от X равняется G от X или не равняется X. Ну, ребята, вот это равенство выполнено в том и только в том случае, когда G в минус первый H от X равняется X. Но поскольку группа H была нормальной, то вот этот элемент, он тоже принадлежит H. А у нас здесь требования были по-любому. То есть такая штука тоже должна выполняться. То есть, если вы помните определение нормальной группы, то вы и это на самом деле тоже помните. Я успел все, что написал на доску, вам наказать. На самом деле, основной теории Гуа я все равно еще не наказал. Что на самом деле... Ну, осталось чуть-чуть, я думаю, мы сейчас успеем. Что осталось на самом деле понять для того, чтобы действительно она, в общем, была полосударна. Ребята, осталось понять следующее. Существует взаимно однозначное соответствие между всеми промежуточными полями Я еще раз четко сформулирую задачу, вообще, утверждение основной теории Гуа. То есть, вот это поле и вот это поле, а не рекассируют. Это некоторое поле, это L, это его нормальное расширение. Это понятно? Что мы с вами делаем? Мы говорим очень простую вещь. Мы говорим, что вот между этими полями, в принципе, могут быть какие-то подполя. Для каждого такого подполя мы рассматриваем все автоморфизмы, которые элементы вот этого подполя оставляют нам в своих местах. Пока все понятно? И говорим, что это и есть автоморфизмы, когда K, все элементы остались на своих местах, а элементы L как-то нам переставлялись. И фундаментально важная штука. Посмотрите, вот сюда. Количество элементов в группе G – это степень L на K. Но, ребята, сейчас легким движением мела я возьму и сюда напишу K. А вместо G возьму не G, а те автоморфизмы, которые оставляют на месте вот это поле. Ну, это, представляю. Дело в том, что если вот это расширение нормально, то это расширение тоже что? Нормально. Тоже нормально. И у него тоже есть какая-то степень. И вот эта формула тоже верна. То есть степень L над K большим – это как раз и есть количество тех автоморфизмов, когда все элементы из K большого остались на месте. Все понятно? Чем больше у вас поле K, тем, естественно, меньше этих автоморфизмов, тем меньше вот эта степень. И наоборот, чем оно ближе, чем оно меньше, чем больше вот эта степень, тем, соответственно, наоборот, автоморфизмов больше. То есть вот эта формула очень мощная. Вот эта вот формула, она верна не только для К маленького. Если смотреть на группу, которая оставляет на месте поле K большого, то, соответственно, здесь пишешь K большой, и это в точности количество элементов этой группы. Замечательно. Наоборот, если вы берете любую подгруппу, представьте себе, что вы в группе G взяли абсолютно любую подгруппу, то для нее существует множество неподвижных точек. Согласны? Представьте себе, что некоторая группа H состоит из каких-то N элементов. Для нее существует неподвижное множество. Господа, давайте поймем, о какой степени. Итак, у нас есть какая-то подгруппа. H – это подгруппа в группе G. И пусть H состоит из какого-то количества элементов. Из M элементов. Господа, давайте подумаем. Если я рассмотрю множество всех элементов поля L большое, которые неподвижны под действием группы H. Значит, H от X равняется X. Как вы в таком случае считаете? Как вы в таком случае считаете? У нас это будет подгруппу? Будет это мне объяснять. Какой степени будет L большое над вот этим полем? Тяжело понять или легко? М. А? Степень M. Молодец. А почему? Расширение будет действительно M степень. Ребята, самый, пожалуй, быстрый способ объяснения такой. Вообще-то L – это K в присоединении какой-то лабораторическое число. Согласны? Это я доказываю. Любое расширение можно считать на самом непрожденном одним элементом. Отлично. А сейчас я вам возьму и выпишу многочлен N степени, M, точнее, вот M, вот такой степени, которому удовлетворяет вот это число. И коэффициенты которого принадлежат вот этому полю. Так, наверное, я уже могу стирать эту формулировку. Потому что многочлен все-таки хочет выкинуть, чтобы мы не посмеялись, для чего он простой, для чего он симпатичный. Многочлен такой. Я пишу такую штукну. X минус H1 от тета, X минус H2 от тета, и так далее. X минус H1 от тета. Ну, вообще-то, среди H1 и так далее, H1 есть в том числе и неждейственное преобразование. Поэтому множитель X минус тета среди этих словок есть. Значит, тета является одним из корней этого многочлена. Так, вы меня слышите? Нормально? Понятно? Почему коэффициенты этого многочлена выдерживают действие группы H? Куда мы деваться? Коэффициенты этого многочлена это симметрические штуки от H1 от тета, H2 от тета и так далее. H1 от тета. Так? Если вы вместо тета напишите там какой-то там H от него, просто у нас эти H теперь переставятся и все. Понимаете? У нас коэффициенты этого многочлена выдерживают действие группы H. Это многочлен M степени. Вообще-то все. это я полностью доказал основную теорему теории Георгии. Единственный недостаток это моей сегодняшней лекции. Я вообще не рассказал о ее положениях. поэтому давайте... Дело в том, что я думаю, что вот... Я все это буду... В общем, я в ближайшее время напишу, когда я буду по-человечески все рассказывать. Что? А в чем херим-то? В том, что существует взаимнооднозначное соответствие между подгруппами и подполями. Я объясняю, в чем могучий смысл. Дело в том, что группа, она же состоит из конечного числа элементов. Поэтому вопрос о том, какие у нее подгруппы, можно, если уж очень-очень нужно, изучить просто прямым перебором. Ну, конечное подножество, конечного множества. Понятно? А подполе, это у нас обязательно... Это же бесконечная штука, когда предлежит и предлежит и так далее. Теория Гула сводит изучение вопроса о подполях, это не бесконечный объект, к вопросу о подгруппах. Значит, так вот, ребята, в двух словах, это все-таки важно, потому что иначе непонятно, зачем вся эта теория была нужна. В двух словах так. Можно доказать, что когда берешь и добавляешь корень какой-то там степени, то при этом у вас получается расширение, группа Гула которого не сильно отличается от коммутативной. Вот про это надо бы на самом деле еще двух часов в лекции прочитать, про то, что такое коммутант, что такое нормальный ряд группы. Но в некотором смысле группа похожа на коммутативную. Группа разрешима. То есть у нее существует нормальный ряд из подгрупп, каждый из факторов, в котором коммутативная. А группа, скажем, С5, как и доказывали на прошлой лекции, она является неразрешимой. Соответственно, уравнение пятой степени неразрешимо, потому, что единственной нормальной подгруппой в С5 является группа четных перестановок А5. Уж повторяю, какое отношение вот это? Почему не разрешим исправнение напрямую связано с нормальными подгруппами, я сейчас уже не успею объяснить, но это можно объяснить, и это несложно. Ребята, дело в том, что это 90% работы мы сделаем. Мы доказали основную теорему теории Гула. Осталось собирать урожай, осталось понимать, так сказать, как из этого взаимнооднозначного соответствия. В общем, господа, давайте там, первое, надо себя сильно поздравить. Это правда, правда, это вы сделали подвиг, да, реально. Второе, надо понимать, что есть книжка в андерварне, которую неплохо бы читать. Третье, книжка Алексеев, теорема Абеля в задачах и решениях, которую неплохо бы тоже почитать. Все это вместе даст мощный прорыв в вашем англоидическом образовании. Вы одновременно узнаете теорию групп и поля, кольца, это сильный метод. Все с первого раза, разумеется, не запоминается. И про то, что такое нормальная подгруппа, надо 10 раз еще учить, и что такое поле, подполе, это все, конечно, с первого раза не запоминается. Тем не менее, в общем, ребята, действительно, мы сегодня, как и странно, полностью доказали теорему. Боюсь, что вы, кажется, ничего не запомнили, но все равно подвиг совершен.